Держательно. У меня такое впечатление, друзья мои, правда, может быть, я очень впечатлительный, не знаю, что вот биологи, вы же все биологи, тут медики есть, поднимите руку, кто медик? Благодарю вас, благодарю вас. Два с половиной медика, я, вы и пол. А химики не считают. Вы знаете, у меня такое впечатление, что биологи, разочаровавшись в изучении причин старения, механизмов, кинулись в объятия медиков. Значит, выяснение болезни старения или нет. Вы понимаете, у меня очень простое, я абсолютно никакого отношения, я честно хочу признаться, геронтологии не имею. Я случайно, я вирусолог, так сказать, по происхождению. И вляпался я об эти дела случайно. Почему? Потому что выяснилось, ну, потому что мы открыли сначала медленную гриппозную инфекцию. Вы, наверное, даже не слыхали об этом, да? Значит, медленная гриппозная инфекция, она формируется у потомства животных и людей, главным образом, что самое страшное, значит, в результате внутриутробного заражения плода, который иммунологически, как вы знаете, разоружен. Значит, а вирус гриппа очень активный иммунодепрессант. Это тот редкий случай, когда минус на минус не дают плюса. И рождается потомство с уродством, может родиться потомство, с уродством несовместимыми с жизнью. Это было показано на мышах, а потом, к сожалению, и на людях. И выясняется, что там в организме таких... В чем там фишка? В организме таких детей персистирует вирус гриппа в дефектной форме. Дефектный, как вы знаете, значит, минус какая-то часть генома. Казалось бы, если часть генома ушла, так процесс должен быть менее тяжелым. Так все как раз наоборот. Дефектные вирусы вызывают очень тяжелые патологии. Значит, патологии, которые отмечают всем четырем признакам медной инфекции. Главное, я не буду причислять, главное, самому неприятному, все медные инфекции абсолютно смертельны. Эти дети, значит, погибают. Так вот, значит, попав на эту самую медленную гриппозную инфекцию, мы получили диплом на открытие, и все. Я, конечно, заинтересовался медленными инфекциями, в том числе и прионными болезнями. И тут выяснилось, что начиная с 80-х годов прошлого века, в литературе накапливалось много очень обзоров, причем, значит, не случайных людей, а и нобелевских лауреатов, в том числе, вот, например, Карлтон Гайдушек, которые все время, так сказать, обсуждали сходство патогистологии при прионных болезнях и при нормальном старении. Сначала это было показано, вот, сходство у, значит, у мышей. А в чем это сходство? В чем вообще патогистология прионных болезней? Гибнут нейроны и пролиферирует глия. Все остальное прекрасно. Все остальное просто замечательно. И при старении, нормальном старении у мышей, такая же штука была в 70-м году описана. Затем выяснилось, что то же самое при внешне здоровых стареющих, значит, собак, потом внешне здоровых стареющих обезьян, и, как вы догадывались, внешне здоровых стареющих людей. Значит, вот это вот меня и заинтересовало, собственно, поэтому я, наверное, и здесь. Значит, почему-то сходство гибель нейронов и пролиферации глии, то есть глиоз, и при прионных болезнях, то есть при инфекционном заболевании, и при ситуации, при процессе, где инфекционного заболевания нет. И тогда мы поняли, ну, предположили, вернее, потом мы поняли, что все идет, при старении все идет задом наперед. Если при прионных болезнях, значит, там есть инфекционный агент, гибнут нейроны, свято место пусто не бывает, значит, гли как заместительная реакция, вроде того, как вот мы, так сказать, царапнем, и все потом замещается. То же самое здесь, но при старении нет инфекционного агента, значит, все идет, как предположить, задом наперед. То есть начинает пролиферировать глия, но не сама по себе. Все причинно в этом мире. И мы выяснили, что в организме мышей, но сначала мы сделали простой опыт. Взяли глияль, культуру глиальных клеток, и взяли из головного мозга старых мышей, приготовили экстракт. Добавили глиальным клеткам экстракт молодого мозга и старого. Под действием молодого мозга они росли, так размножались, так же, как контроль. А под действием старого мозга они увеличились в 4 раза. Значит, что-то в старом мозге есть, тогда посмотрели, когда вот это что-то появляется в мозгу стареющих мышей. На 10-м месяце. 10-й месяц – это конец первой трети средней продолжительности мышиной жизни. Значит, когда мы обнаружили этот фактор, и в сыворотке крови мышей мы, естественно, перепрыгнули на людей. И у людей мы этот фактор обнаружили, начиная с 25-летнего возраста людей. Конец первой трети средней продолжительности мышиной жизни. Значит, поэтому нам казалось, что, в общем, это не болезнь старения, а это финальная часть жизненного процесса. Вот и все. Ну, рождается ребенок. У него тоже дефекты по сравнению вот с нами здесь, сидящими здесь. Вы все прекрасно выглядите. Вы активные ученые. Так, у вас хороший иммунитет. У ребенка родившегося, у него дефект иммунитета, у него слабая мышечная система, он еле ходит, падает. Но он же не больной, вы согласитесь со мной? Правда? Это этап, жизненный этап жизненного процесса, начальный этап жизненного процесса. Вот я хотел вбросить в вашу среду вот эту вот мысль, что никакой болезни здесь нет. Причем меня удивляет еще до сих пор сохраняющиеся мнения, или, точнее сказать, люди, которые поддерживают мысль, что старение – это не реализация программы, а что это, знаете, вот случайный процесс какой-то, который там с мутациями еще завязан и со всем тем. Я всегда говорю, ну давайте поспорим на ящике коньяка хорошего, что мы не доживем до 350 лет. Что значит случайно? Почему это случайность ограничена 100 плюс-минус? Все. Ну какая же это случайность, друзья мои? Конечно, это программа. Спасибо, я не с нами больше. Я вас заговорил. Я остался. Скажите, а что, это общеизвестная истина, что у старика в четыре раза больше гриальных клеток, чем у него, у среднего человека, там, в 20-30 лет? Конечно, ну там не в четыре раза, может быть, но во всяком случае, ну, я, к сожалению, не могу вам показать, но я начал с того, я начинаю все с телефонов звонков, обожаю совет со всем миром, но решение принимаю сам. Я попросил в институте мозга, чтобы мне прислали срезы молодого и старого человека. Мне прислали срез головного мозга молодого парня, погибшего в автомобильной катастрофе, и срез 75-летнего человека, тоже погибшего в автомобильной катастрофе. И там видно, у молодого парня большое количество нейронов, а у молодого уже, извините, посветлее картинка. Ну, конечно, да. У старого. Ой, извините, ну ладно, все. Все буду. Ну, а почему это вас удивляет? Это известно, да? Это удивляет. Вы сказали в четыре раза. В четыре? Да, вы сказали. Что в четыре раза? В лабораторных условиях. В лабораторных условиях вы наблюдали у мыши. А, да, под действием. Ну, понимаете, в чем дело? Это же модельная система. Это же не головной мозг. Это же не в голове, не у мышей, не у людей. Это же искусство. Я взял культуру клеток, значит, получил экстракт мозговой и добавил туда, в эту культуру клеток, этот мозговой экстракт. У меня учетверилось. В контроле даже не удвоилось число. И при добавлении экстракта молодого мозга не удвоилось даже. А после учетверилось, да, ну а что же я могу сделать? А если взять мышей, которые не побывали в автомобильной катастрофе, но старенькие и молодые мыши, ну там и в расцвете сил мышь, и посмотреть, как там соотношение нейронов и грии, что резко грия начинает преобладать, или это вы посмотрели на одном препарате и делаем мы с вами вместе люди? Вы понимаете, в чем дело? Значит, у старых мышей, конечно, гибнут нейроны, и это место занимает грия, да? Какое же соотношение? Ну, соотношение, количество... Вы занимались грией? Нет, вы понимаете, в чем дело? Меня совершенно не интересовало, какое там соотношение. Важно одно, что под действием экстракта старого мозга развивается глиоз. Вот в чем дело. А почему гибнут нейроны? Они гибнут потому, что в замкнутом пространстве мозг-то замкнут, значит, нарушается связь нейрона с капилляром мозговым. Ведь у нервной клетки все не как у людей. Все клетки нашего организма, они питаются кислородом, питаются, значит, питательными веществами, строительными веществами, отдают шлаки благодаря плотному прилеганию вот клетки к капилляру. Поэтому куда ни кальнина, везде капелька крови. А у нервной клетки все не так. У нервной клетки, сама клетка и капилляр разнесены, и между ними посредник астроцит. Вот в чем дело. И когда начинается размножение клеток гли, эта вот самая связь, она по литературным данным, хлипкая, она рвется, и поэтому нервная клетка гибнет от голодной смерти. Очень удобно и дешево. Весь процесс старения, чем он отличается от всего? Надежностью. Что такое надежный механизм? Простой. Значит, в биологическом смысле простота, простой, чтобы не впадать в простоватость. Это не многоступенчато. Есть еще один надежный механизм, генетический. От ежа никогда не родится слон. Так, и наоборот. А сколько в нем ошибок? Шестипалые. Значит, заячья губа, волчья пасть. Значит, а эти самые несчастные сиамские близнецы, то они ручками, то они грудками, то они попками, то они головками. А что мы слышим каждый вечер по телевизору? Мальчик Петя, он, значит, родился, у него такое редкое заболевание, давайте сбросимся по 100 рублей и так далее. Это же каждый день. Вот вам точный механизм. А механизм старения никогда не ошибается. Я вас, я клянусь вам, он никогда не ошибется. Ну да, это шутка известная. Ну а что же делать? Значит, он должен быть простым. Да, я понимаю. Но, а значит, фактически вы говорите, что все умирают с жутким глиозом от старости. Нормально? Ну не с жутким, а с глиозом. Вы понимаете, в чем дело? Я не знал, что можно будет показать. Я бы вам показал, что происходит, например, при прионных болезнях. Вот при Куру, у этих, у меня есть из Стокгольма, я получил картинки, слайды, Куру, этих самых, вот, значит, каннибалов. Что у них? У них вообще действительно, ну просто дырки в голове, все, настолько у них гибель нейронов. Там даже глиоз не успевает компенсировать. Ну а у коров это, якобы, да, да, у коров тоже. Ну да. Ну это другое совсем. А вот при нормальном старении, значит, вы говорите так, но это в литературе надо проверить и посмотреть. Ну, проверить, посмотрите. Это интересно. Во всяком случае, вы считаете, что есть программа? Конечно. Я в этом убежен просто. Нет, вот с чем можно с вами согласиться сто процентов, ну, не всем, а некоторым, что есть программа. Почти так. Так. Если посмотрите, что, если мы можем,